...себе в форме, но все-таки возраст дает о себе знать, 71 год, и все-таки это уже означает, что он уже будет хромой уткой для элит, все равно нужно будет искать преемника. А искать преемника, это уже рождает конфликты непосредственно в самой российской элите, с которой все сложнее будет совладать, это первое. Второе, опять же, связанный эпизод связан с Пригожиным, очевидно, что после рейда Пригожина, Пригожину давал гарантии безопасности лично Путин, а Пригожина же убили, а это тоже создает напряжение в элитах, потому что можно ли верить на слово Путину, потому что народа-то он врал, это понятно, А вот все-таки вот эти понятийные отношения в российском власти, они были все-таки совершенно на другом уровне, а теперь является ли он арбитром, насколько он легитимным является арбитром, способен ли он это сделать, дальше, какую картину мира предлагает Путин? Он что, бесконечную войну предлагает? Чтобы что? Вот элиты в первую очередь российские, я не говорю, потому что российский народ, я не верю, что будет там открыто бунтовать, они вот как-то так дезориентированы, ну что дальше? Бесперерывная война, вот, они все-таки воровали в стране не для того, чтобы оставаться в стране, да, они все-таки хотели жить на Западе, ходить там в магазины, у них там семьи, любовницы, больницы в том числе, все-таки в чем смысл денег, если ты не можешь получить нормальное здравоохранение, ну не в московских же больницах, да, либо в других, которые все-таки на порядок хуже, по качеству, поэтому в данном случае это создает вот такие вот нестабильности, тем более, что Путин, очевидно, после своего переизбрания, скорее всего, будет объявлять новый этап мобилизации россиян, вот, для того, чтобы с новыми силами броситься на Украину. Мы вас услышали, Тарас, спасибо громадно, как всегда были рады с вами пообщаться, Тарас Загородье, политехнолог, присоединялся к нашему эфиру, спасибо, Тарас. Да, спасибо. Мы всегда называем вещи своими именами. Не отрицательное наступление, а бегство. Не самолет перешел на сверхзвук, а взрывы. Не жест доброй воли, а поражение. Не СВО, а война. Всегда говорим так, как есть на самом деле. Нам виднее, ведь именно мы находимся в эпицентре событий. Итоговый выпуск дня. Пришло наше время. Ежедневно в 21.00 по киевскому времени на телеканале Freedom. Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что в случае его нового президента, президентства он очень быстро обеспечит окончание войны, развязанной Российской Федерацией против Украины. В нашем следующем материале мы расскажем, так ли это на самом деле, ну и, конечно же, что дает право скандальному политику утверждать такое, как его нынешнее положение Трампа в предвыборной гонке. Об этом далее. Болтать, не мешки ворочать. Эта пословица как-никак лучше подходит нынешнему кандидату в президенты США Дональду Трампу. Одиозный политик, раз за разом попадающий в громкие скандалы, готов пиариться на всем, лишь бы привлечь себе внимание американских избирателей и мировой прессы. Если бы я был президентом, Россия бы не пошла на это. Путин бы на это не пошел. И даже сейчас я бы мог решить все за 24 часа. Не прошло и года после того громкого заявления Трампа, как он вновь заговорил об Украине. На этот раз, по словам миллиардера, он готов примирить обе стороны уже меньше, чем за сутки. Ситуация с Украиной очень ужасающая. И мы собираемся решить это. Мы собираемся решить это очень быстро. Я очень хорошо знаю президента Путина. Я очень хорошо знаю Зеленского. Я могу поговорить с ними. И мы решим эту проблему очень быстро. Жаль лишь, что Дональд Трамп не может так же быстро решить собственные проблемы, подшучивает над миллиардером американская пресса. Журналисты последней уверены, что громкие заявления политика связаны в первую очередь с его шатким положением. Слава богу, в Соединенных Штатах сегодня мы видим такую концепцию у республиканцев, что набирает обороты и получает достаточно серьезные рейтинги. И может быть даже возможность того, что будет как бы конкурент сильный Трамп, Ники Хейли. Именно ей республиканцы, уставшие от бесконечных секс-скандалов и интриг Трампа, и пророчат кресло президента на предстоящих выборах США. Факт того, что она женщина, учитывая, что вопросы гендерного равенства в Соединенных Штатах достаточно актуальны, то это как бы в позитив идут этому кандидату. Ее темпы, скажем так, наращивания поддержки достаточно увеличились. Она себя очень хорошо показала, особенно в последних дебатах между республиканцами. На минувших дебатах Ники Хейли стала самой популярной фигурой среди тех республиканских избирателей, которые считают свои взгляды умеренными или либеральными. Она заручилась поддержкой 63% этой группы. Для Трампа это стало своеобразным ударом, а для большой массы американских избирателей и самих республиканцев – альтернативой опальному политику. Все будет зависеть от концептуальной модели стратегического курса Соединенных Штатов Америки. Я надеюсь, что в республиканской партии есть правомыслящие люди, есть правомыслящие стратегии. Они прекрасно понимают, что позиция Трампа совершенно не соответствует их интересам. И будем надеяться на то, что в той же республиканской партии будет более молодой кандидат и более молодая кровь, которая совершенно будет по-другому действовать. Нынешнее шаткое положение Трампа в предвыборной гонке и заставляет последнего делать подобное высказывание касательно Украины. В отличие от самого Дональда, его партия особой любви к Путину не питает. И в вопросе прекращения войны в Украине готова рассматривать его лишь на условиях официального Киева. Это подтверждает опубликованный накануне план поддержки в Украине от республиканцев, в котором последние дали четко понять Путину, где его место. По их мнению, Россию уже давно можно было бы поставить на место. И в этом Ники Хейли может помочь как никто лучше, учитывая проукраинскую позицию потенциальной кандидатки в президенты США, поясняют аналитики. У нее есть хороший опыт работы с украинским постоянным представителем. На данный момент это посол Сергей Кислица. И с точки зрения внешнеполитического курса Украины у нее нет каких-то замечаний. То есть она говорит и отмечает то, что наши позиции совпадают. Поэтому это позитивный опыт, который она может принести в Белый дом. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут уже 60-ми в истории страны. Кстати, президент Владимир Зеленский в ответ на слова американского экс-президента, а он и не кандидата на пост президента Дональда Трампа, который снова баллотируется, заявил, что что будет делать Трамп, ну задал резонный вопрос, а что будет делать Трамп, если все-таки президент России после Украины не остановится. Я процитирую. Дональд Трамп сказал, и я могу остановить войну, я сяду с Путиным и Зеленским за стол. Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что если Путин не остановится, то он, Трамп, передаст больше вооружения Украине. Если же Украина не остановится, то заберет какие-то запасы. Даже если Трамп нас не поддерживает, представим, что мы не согласимся отдать наши территории. Тогда Дональд Трамп прекратит помощь нам, и Путин, скажем, оккупирует нас через определенный период. Тогда вопрос, что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО? То есть, он решил, что если не замораживать конфликт, и если позволить Путину зайти полностью в Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится. Так что будет делать Дональд Трамп в США после этого? Потому что в таком случае это означает, что Европа проиграла и потеряла самую большую и мощную армию в Европе, потому что она потеряла Украину. Конец цитаты. Как вы понимаете, есть, что обсудить. И сейчас тему взаимоотношений Соединенных Штатов Америки и Украины. В том числе мы будем обсуждать с Михаилом Подоляком, советником главы Офиса президента Украины. Михаил Михайлович, здравствуйте. Как всегда, рады вас приветствовать в наших верах. Да, добрый вечер. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, учитывая заявление, одиозное, скажем так, Трампа, учитывая реакцию вполне справедливую Владимира Зеленского, не можем не спросить, какие вот сейчас вообще, по вашему мнению, на какой стадии отношения Вашингтона и Киева по состоянию на начало 2024 года? Михаил Михайлович, скажу парадоксальные вещи. На сегодняшний день состояние двухсторонних отношений на максимально эффективном уровне. Мы с вами должны понимать, что для нас важны ситуативные отношения, прежде всего, потому что война идет здесь и сейчас, а не через год, после президентских выборов или любых других выборов в Соединенных Штатах или где бы то ни было. То есть, соответственно, нынешняя администрация имеет комфортное отношение с офисом президента и с президентом Зеленским, безусловно. И, соответственно, нынешняя администрация, понятное дело, активно промоутирует тему необходимости передать дополнительную помощь, Украине, ну или, вернее, недополнительную, объемную помощь Украине на 2024 год. Это чрезвычайно важно. Кроме того, мы с вами имеем абсолютную субъектность Украины, которая обсуждается и на уровне политического руководства Республиканской и Демократической партии. То есть, они точно так же внимательно отслеживают все, что происходит. Я имею в виду руководство двух партий. Все, что происходит в Украине, какие это может иметь последствия, анализируют все это, ну и публично высказываются. Понятное дело, что вот эта внутренняя, скажем, дискуссия, внутриполитическая дискуссия о миграционной политике, о южной границе, о мексиканской границе и так далее, безусловно, она доминирует сейчас в информационном виде. Но, опять же, она доминирует с точки зрения подготовки стартовых позиций в новом электоральном цикле. Не более, но и не менее того. А вот все, что касается внешней роли Соединенных Штатов, внешнеполитической роли, то, несомненно, и для администрации Байдена, и для лидеров двух партий, очевидно, что глобальное лидерство требует инвестиций в Украину прежде всего. Понятно и в Израиль, понятно и в Тайвань, но, тем не менее, ключевая война сегодня идет в Восточной Европе. Эта война определяет эскалации в других регионах. То есть, вот та напряженность, которая явно нарастает, а есть еще уже конкретные точки напряженности, такие как, например, Красное море, ну или, вернее, пролив между Индийским океаном и Красным морем, которые пытаются контролировать Куситы, опять же, которые проиранские, прокси. И, соответственно, вот эта напряженность генерируется ключевой войной в Украине. Россия инвестирует в эти нестабильности очень много денег. Россия заинтересована, чтобы этих нестабильностей было как можно больше. Ну и, соответственно, Соединенные Штаты это прекрасно понимают. Михаил Михайлович, на ваш взгляд, какая доля предвыборного политиканства в тех заявлениях, которые периодически доносятся к нам от наших западных партнеров? Очень хорошо сформулирован вопрос. На мой взгляд, очень большая доля, к сожалению, современный политический процесс, независимо от страны. А в этом году, кстати, напомню, это год глобальных выборов. Порядка 70 крупных выборов в разных странах будет. И, соответственно, к сожалению, нынешний политический процесс, он очень такой популистичен. В нем очень много популизма, причем такого скоростного популизма, который быстро забывается. И, к сожалению, это определяет вот эту короткосрочность стратегий, которую мы видим у некоторых регионов, у некоторых стран и так далее. Это плохой знак. Но, тем не менее, Украина на разных площадках продолжает настаивать на очевидных вещах, которые касаются того, что инвестиции сегодня в Украину – это инвестиции в глобальную стабильность, в предсказуемое будущее, в правила, в международное право, в возврат международного права и так далее. Это необходимо постоянно повторять. Еще раз говорю, потому что стратегии у многих очень короткие. И иногда даже люди говорят правильные вещи, правильный анализ делают, но потом смотрят на электорат, на потенциальный электорат имеется в виду, на своих потенциальных избирателей, видят, соответственно, непонимание какое-то или видят вот это скоростное переключение с темы на тему, с интереса на интерес, и, соответственно, пытаются этому потрафить. Ну и, соответственно, пытаются говорить вещи, которые очень популистские. Поэтому я бы спокойно относился к многим заявлениям, которые мы с вами слышим. Надо судить, конечно же, в ретроспективе эти заявления, то есть смотреть, насколько последовательный человек в тех или иных своих заявлениях. Во-первых, во-вторых, какие действия он предпринимает, потому что страны иногда, ну, лидеры, вернее, говорят те или иные странные для нас с вами вещи, но сами по себе страны делают правильные для нас вещи. И поэтому вы абсолютно верно фиксируете, то есть политиканства, к сожалению, сегодня из-за того, что мы находимся в информационной эпохе, очень много. Михаил Михайлович, давайте теперь обговорим то, что произошло в Давосе, тот самый форум, его результаты для Украины, президент Украины. Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме призвал страны Запада к большей поддержке Киева, чтобы Россия не одержала, не дай бог, победу в войне. Также была встреча с главой НАТО Йенсом Столтенберга. Там обсуждалось, как мы помним, вопрос усиления противовоздушной обороны. Вот лично для вас, какие основные месседжи, основные выводы, скажем так, вы считали по результатам форума в Давосе? Мне вообще, на самом деле, нравятся те акценты, которые ставит президент Украины. Он очень четко говорит те вещи, которые не всегда принято говорить, наверное, в современном политическом процессе. Опять же, не всегда принято говорить именно так. А, да, я. И эти вещи, на мой взгляд, уже и до Давоса, понятное дело, переформатировали глобальный политический процесс. Он становится все более ответственным. Что здесь важно? Здесь важно услышать было следующее. Первое. Нету никаких компромиссов. Не потому, что кто-то хочет или не хочет. И все рассуждения наших партнеров о возможности как-то, видите, вы там наступательные операции, они не дали тех результатов, на которые все рассчитывали. Это значит, что надо искать другие формы. Нету других форм. Россия может существовать сегодня только в состоянии войны. И, соответственно, любой компромисс – это на самом деле продолжение войны. То есть больше инвестиций в войну, больше подготовки к войне, апгрейд техники, мобилизации, тренинги и так далее. Второе, то, что можно услышать – Россия не остановится в Украине. Мало того, Украину она должна будет уничтожить. Мы, кстати, слышали подтверждение, опять же, из самого Путина. Он сказал, что он тут завоевывает все. То есть все вот эти, знаете, фиктивные слова, что тут НАТО, русский язык или еще что-то там, да, нацисты какие-то. Ну, вот эти все абсолютно бредовые объяснения начала войны в Украине, они закончены. И человек прямо говорит, мы завоевываем, да, мы там убиваем, разрушаем просто обычную завоевательную войну, акупационного толка с геноцидным компонентом и так далее. То есть, соответственно, для Путина нету компромисса в отношении Украины. Она должна быть уничтожена. И для Путина мы что-то взяли, небольшую часть Европы, и, соответственно, вот эту небольшую часть Европы мы удовлетворимся. Нет, Путин четко фиксирует, что он будет идти дальше, он будет в разных форматах войну вести против многих стран. И, соответственно, вопрос лидерства. Вот что говорит Путин, да, то есть это вопрос будет лидерства. И президент Украины как раз все это показывает. Остановитесь в рассуждениях по поводу того, что Россия вернется в довоенное состояние, с ней можно о чем-то договориться, она будет придерживаться этих договоренностей. Нет, это не так. Следующий важный пункт, о котором нужно сказать, это то, что у этого типа воин нету никаких решений, кроме военных. Ну, нету решений. Все остальное, опять же, это иллюзия, которая будет только ухудшать ситуацию. Опять же, президент об этом говорил. Он говорил, если бы своевременно мы получали тот объем необходимого технологического оружия, то ситуация выглядела бы совершенно иначе. А мы вместо того, чтобы вовремя получать оружие, получали слова? Нет, мы это не дадим, этот инструмент, потому что это будет означать эскалацию. Так вопрос в том, что вот сегодня есть эскалация, но она как раз-таки сопряжена с тем, что не вовремя и не в полном объеме мы получали необходимое оружие для ведения оборонительной войны. Вот в этом проблема. И, соответственно, президент говорит о том, что если есть только военные решения, тогда нужно принять для себя важные решения. Первое. Инвестиции в военные производства, наращивание военных производств, наращивание совместных с Украиной военных производств, апгрейд того оружия, которое есть, количественное наращивание оружия и максимально быстрая передача Украины. Потому что тут возникает следующий вопрос. В Европе очень много говорят о том, что если Россия не проиграет, то возможно прямое боестолкновение Европы, ну или стран НАТО с Российской Федерацией. Так у меня возникает резонный вопрос. А сейчас что происходит в Европе? Сейчас есть война, в которой Россия является единственным агрессивным участником. Соответственно, Россия уже в войне против Европы. И, соответственно, зачем ждать 3-5 лет перевооружать свои армии, вносить изменения в доктрины оборонительные, в безопасностные доктрины, если решение можно получить сегодня, решение можно получить на территории Украины, выиграв войну вместе с Украиной. Вот это все звучало и, на мой взгляд, кстати, я посмотрел по реакции людей, которые так или иначе принимали участие в форуме. Понимание того, что война должна закончиться победой Украины, намного более объемной, рельефной. Другой вопрос, что, конечно же, два года длинной войны пессимизирует обсуждение этих тематик. Другой вопрос, что наступательные операции, не дав этого результата, несколько депрессизирует определенные категории политические среди стран-партнеров. Но, тем не менее, на мой взгляд, вот это объемное понимание, что если Россия не проиграет, война не будет закончена, как бы себя не успокаивали, у России не удаляется кусочком украинской территории, это, соответственно, сегодня это доминантная точка зрения в политических элитах европейских. Михаил Михайлович, а в каком качестве сегодня западными партнерами Украины рассматривается Россия? Ну, то есть, есть ли отношение к России у большинства или у всех сразу, не знаю, как к системному нарушителю, как к некой всеразрушающей деструктивной силе? Или же это страна, которая немножечко отошла от нормы, и, возможно, ее можно вернуть в правильную колею? — Сложный вопрос, потому что есть часть элит, часть элит, системных элит политических, да, мы не берем там маргинальные элиты, ультраправые, например, европейские. Часть системных элит, чем дальше они находятся от эпицентра, собственно, войны, как таковой в Восточной Европе, тем, конечно же, они думают, что можно дважды войти в одну реку, можно зайти в определенные отношения с Российской Федерацией, направить ее на правильное русло и, соответственно, получить более-менее вменяемую страну, каковой ее считали, и хотя это была ошибка, ее считали в течение 2000-х, начало 2010-х годов. Это все невозможно. И поэтому доминирующее, скажем, мейнстримовое мнение России сегодня, что это да, это не просто нарушитель даже международного права, это абсолютно конкретный агрессор, заинтересованный в сломе любых международных отношений классического типа, построенных на строгом соблюдении суверенности и территориальной целостности одной и другой страны. И, соответственно, это нарушитель, который претендует на доминирование, причем доминирование такого экспансионистского толка. Вы либо будете в нашем ареале подчинения находиться, либо мы вас вообще оккупируем, либо мы будем с вами иметь союзнические отношения, но тогда нам нужно на вашей территории правительство, ориентированное на нас в полном смысле. Ну, то есть марионетничное правительство. То есть Российская Федерация, и это есть понимание, не предполагает никаких равноправных отношений. Ну, то есть она хочет доминировать. И, соответственно, в Европе вот это понимание есть полностью сформированным. И не до конца сформированным есть вторая часть, что Российская Федерация всего этого будет добиваться максимально жесткими, я бы даже сказал, жестокими методами. Ну, то есть война – один из приоритетных инструментов. Война в любом смысле этого слова не только горячая, безусловно, но и террористическая война, там или инвестиции в какие-то подрывные работы на территории других стран, или политические убийства на территории других стран, или информационное подавление на территории других стран, или перевороты, и так далее. То есть война – это единственная опция внешней политики Российской Федерации. Вот это они еще не до конца понимают. Они думают, что, наверное, Россия будет как-то маскировать свои агрессивные планы, будет вести себя так, как вела, еще раз подчеркиваю, до начала не то, что полномасштабного вторжения, а до начала вторжения в Украину в 2014 году. То есть будет где-то больше коррумпировать кого-то, где-то больше соблазнять какими-то грантами теневого характера и так далее. Вот на самом деле этого понимания еще до конца нет. Почему? Объясню. Потому что Россия действительно долгие годы активно работала с разными политическими средами в европейских странах, с разными партиями, с разными общественными движениями, инвестировала в это много денег, создавала какие-то возможности для людей, я имею в виду граждан других стран, то есть финансировала какие-то культурные, исследовательские, спортивные, научные мероприятия. Ну то есть активно вкладывалась вот в коррумпирование, в такое, знаете, социальное что ли коррумпирование, не в бизнес-коррумпирование, а в социальное коррумпирование различных политических элитий. Сергей Михайлович, саша, позволение, процитирую вас. Прямой и справедливый вопрос звучит просто. Есть ли на самом деле кто-то, кто готов серьезно говорить о компромиссах, замораживании войны, переговорах как уступках агрессору? Неужели есть еще те, кто не осознает, к чему могут привести неправильные и медленные решения? И что же, и что это то же самое, что добровольно купить билет для демократии на резкое расширение войны, на подъем глобального терроризма, к обязательной передаче кровавого глобального конфликта следующим поколениям? Ну, во-первых, на самом деле есть еще ли такие люди, такие правительства, такое руководство некоторых стран? А самое главное, что должно произойти, чтобы таких мнений вообще не было? Ведь мы заходим уже очень скоро в третий год полномасштабной войны. Ничего не должно произойти, кроме одного, мы должны максимально продолжать работать с точки зрения, опять же, информационного представления того, что такое на самом деле современный российский режим. Ну, то есть, что он генерирует, какие у него умыслы, я даже не замыслы, а умыслы скажу, да. И, соответственно, что этот режим неисправим, то есть его нельзя отмодерировать, переформатировать, и он станет как-то более законопослушным, что ли. Вот это нужно продолжать делать, то есть показывать то, что такое российский режим, показывать, какие инструменты он применяет, в том числе геноцидные инструменты, террористические инструменты, и делать это масштабно, как можно больше, объемнее на разных площадках. Собственно, Украина и пытается это делать. И, к сожалению, да, есть еще люди, которые, знаете, живут вот в такой политической парадигме прошлых лет. А давайте отвернемся от проблемы, и она как-то там сама решится. Ну, или следующие поколения, политические поколения будут эту проблему решать, а мы будем сейчас концентрированы на каких-то небольших внутренних популярных действиях, для того, чтобы поддерживать свое репутационное РНМ на высоком уровне. Вот эта стратегия, она, конечно, убийственная. И мы с вами видим, до сих пор есть определенные отголоски этой стратегии. То есть вот эта скорость, с которой принимаются те или иные решения, я имею в виду с точки зрения инвестиций военных производств, с точки зрения наращивания военных объемов помощи Украине и так далее, мы же видим, что это не так быстро, как нам бы хотелось. То есть отголоски какие-то есть. У людей есть, первое, остаточный страх еще до сих пор, что, скажем так, правильно вы, правильная проведенная война, а она может быть правильно проведенная только когда у Украины есть все необходимые инструменты для этого, она приведет к эскалации. На самом деле, наоборот, она приведет к эскалации, но, к сожалению, вот этот остаточный страх перед Россией, он реально влияет. Второе, это как раз-таки работа вот этих остаточных социальных коррупций, которыми Россия долгое время занималась и, соответственно, сформировала такие сети определенные. Третье, это, безусловно, когда ты не глубоко в той или иной тематике, далеко от войны, не глубоко понимаешь корни этой войны, не глубоко понимаешь, что такое современная Россия, что такое Украина, почему они абсолютно разные с исторической, с ментальной, с любой точки зрения и так далее, то, безусловно, ты готов к каким-то таким простым популистским решениям, которые можно очень быстро реализовать, ну, как этим людям кажется. Это тоже дает свои отпечатки. Нам надо с вами просто постоянно говорить монотонно, лучше, конечно, в эмоциональной экспрессии, говорить важные правильные слова, то, что, собственно, и президент делает часто на разных международных площадках, повторяет важные прописные истины, которые касаются этой войны. Михаил Михайлович, а непосредственно к Украине у западных партнеров остаются претензии? Непосредственно к Украине претензии, если с точки зрения того, что происходит внутри войны, нету. Есть не претензии, а есть желание, чтобы Украина реформировалась быстрее с точки зрения похожести на классические демократии. А что это значит? Это значит меньше бюрократии, меньше коррупции. Ну, как для любой постсоветской страны это присуще. Больше прозрачности, больше дискуссий, больше демократии. Ну, я имею в виду не в плане, что у нас этого нет. У нас этого и так много, да. Но имеется в виду, что они хотят, чтобы мы в законодательстве выравнивались, да. В каких-то проявлениях очень важных выравнивались и были полностью похожими на классическую, еще раз подчеркиваю, европейскую демократию. И, в принципе, вот это решение о начале переговорного процесса, да, которое было принято в конце прошлого года, которое четко подчеркивает, что да, Украина, в принципе, уже похожа, в основном похожа на классические европейские демократии, но необходимо дальше доработать еще там какие-то позиции, да, где-то унифицировать, где-то синхронизировать что-то и так далее. Поэтому претензии, я бы не сказал, что есть какие-то претензии. Я бы сказал, что это вопрос не в Украине. Наоборот, Украине с большим уважением относятся с точки зрения того, что война 694 дня – это гигантский срок, да. И, соответственно, все прекрасно понимают, что такое Украина с точки зрения находящейся страны внутри этого, ну, просто невероятного для 21-го столетия конфликта, войны, да, в войне. И, соответственно, тут, наоборот, большое уважение. Это скорее у европейцев есть к себе определенные претензии, потому что они никак, знаете, они с одной стороны хотят максимально быстро все сделать, а с другой стороны стесняются того, что они этого не делают. Знаете, такой парадокс какой-то есть. Михаил Михайлович, еще один момент. Вы знаете, ну, неоднократно и с вами в эфирах нашего телеканала мы обсуждали, что современная Российская Федерация, она точно не понимает язык дипломатии, она понимает лишь язык силы. И вот информация за сегодня о том, что НАТО в январе начнет крупнейшее за почти 40 лет военное учение в Европе. В них примут участие около 90 тысяч человек, авиации, корабли Североатлантического альянса. Эти учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот такие вот события, вот такие вот учения, вот такая вот позиция НАТО, она способна, ну, не то чтобы напугать, но заставить напрячься людей в метафорическом бункере Путина? Знаете, с одной стороны, это очень хорошо, что будет проходить такое масштабное учение, 90 тысяч человек. Это действительно впечатляюще. Но есть один нюанс. Учения проводятся в режиме программы сдерживания, да, когда вы хотите своему потенциальному оппоненту показать, что у вас есть ресурс, силы и так далее. Учения проводить в тот момент, когда идет большая объемная война на ваших границах, ну или даже сказать в Восточной Европе, где тот оппонент, на которого вы хотите произвести впечатление, непосредственно является страной-агрессором, то нужно проводить не учения, а нужно максимально насыщать оборону или, там, скажем, военные возможности страны, которая ведет войну уже с этим агрессором. И, соответственно, на поле боя прямо показать превосходство, что, соответственно, и есть уже, да, только вопрос масштабов. Показать превосходство вашей техники, показать превосходство, потому что мы используем с вами натовскую технику, показать превосходство систем управления присущих натовским армиям, а мы их сегодня применяем, показать превосходство систем обучения, которые присущи натовским армиям, да, а мы сегодня проходим обучение наших бригад в странах блока НАТО и так далее. То есть у вас сейчас есть возможность непосредственно в прямом боевом столкновении доказать, что вы намного эффективнее и с точки зрения военных технологий, и с точки зрения военной экономики, общей военной экономики, и с точки зрения скорости разворачивания тех или иных производств, и с точки зрения эффективности перестраивания тактики, стратегии ведения боевых действий. У вас есть непосредственная возможность доказать это оппоненту. Не нужно для него показывать что-то в режиме сдерживания. Война уже идет, не завтра, не послезавтра. Это во время холодной войны, безусловно. Советский Союз проводил учения, страны НАТО проводили, ну или там Варшавский договор, страны НАТО проводили учения, да. Это была такая, знаете, специальная программа, которая в рамках концепции сдерживания работала для двух сторон. Сейчас есть война. На мой взгляд, тут не учения нужно, а конкретные объемы техники, конкретные объемы оружия, конкретные объемы технологических решений на поле боя, где непосредственно может быть унижен ваш оппонент ключевой, тот, который, собственно, является главным и, по сути, единственным оппонентом для Европейского Союза. Есть, ну давайте так, два европейских государства, которые, по сути, сегодня озвучивают заявление, согласно которым украинский вопрос не является для них вообще ключевым. Приблизительно это можно сравнить с готовностью потерять Украину. Ну, то есть отказаться от того, чтобы поддерживать Украину. Я сейчас о Венгрии и Словакии, естественно. Как вы считаете, насколько подобные заявления действительно соответствуют действительности? Насколько заявления о готовности потерять Украину являются действительно тем, что в головах у лидеров этих государств? О готовности потерять Украину и что? И дальше что? И тут Россия такая говорит, смотрите, мы тут все обнулили, мы тут максимально уничтожили международное право, мы все, мы теперь друзья ваши навеки вечные и не будем себя вести агрессивно. Мы же только что чуть-чуть выше говорили о том, что для России существование возможно только в единственном виде. Постоянная война, бесконечная война. Не с Украины, а я имею в виду вообще в любых форматах на разных территориях. Как только они перестают играть в войну, у них сразу внутренний конфликт и у них сразу революция. Внутри страны. Потому что вот эта вертикаль сегодняшняя управленческая, она недееспособна с точки зрения эффективного конкурентного управления и недееспособна с точки зрения создания конкурентного типа страны на внешнем рынке. Для нее как раз таки контролировать внутреннюю среду можно только через постоянную войну. Это знаете, это как у Оруэлла. Постоянная война, бесконечная война. Океания должна все время с кем-то воевать. Это позволяет контролировать территорию. Урезать права граждан, убирать конкурентную политику, как таковую свободу слова на ноль умножать и так далее. То есть строить такой лагерный коммунизм, что ли. Вот для России это же понятно. И соответственно тогда возникает концепция. Ну вот есть большая, крутая армия под названием Вооруженные силы Украины, которая эффективно уже два года сопротивляется. Мало того, Россия никуда не продвигается. И соответственно вот нету этой армии. У меня к вам вопрос. Россия не остановится. Она будет дальше эскалировать, она будет дальше провоцировать, дальше заходить на чужие территории. Есть целый ряд территорий, которые ей интересны постсоветски. Есть целый ряд территорий восточноевропейских ей интересных и так далее. Потому что это еще раз подчеркиваю вопрос доминирования. Не вопрос территории, а вопрос доминирования. И вот в принципе возникает у меня вопрос. Хорошо, нет у Украины. Какая армия готова будет на этом уровне воевать в Европе? Самое интересное, а готов избиратель, который сейчас сидит такой и думает, да нет, ну зачем нам помогать Украине? А готов этот избиратель потом ответить на вопрос, а готов он защищать свою страну? Ну Россия не остановится. Ну куда-то нужно будет деть миллионную армию, которая вкусила много чужой крови. Она просто купается в чужой крови, гражданской крови. И вот эта вся обозленная, ненавидящая Европу, пропагандистски накачанная толпа должна прийти куда-то, правильно? Или она должна будет вернуться на заводы и точить детали. Я просто хочу вот эти умные люди, которые разговаривают, отдадим Украину и все закончится. Чтобы они на это ответили. Куда вся эта толпа, которая будет заточена на ненависть и убийство. И вряд ли, вы понимаете, человек, который безнаказанно режет гражданское население в чужой стране, он не вернется к себе домой. Еще раз подчеркиваю, жить законопослушным гражданином, работая на заводе. Да и Российской Федерации это не нужно. Нынешней системе управления, путинской вертикали, не нужно это. Они точно не вернутся в довоенное состояние. Но они не для этого сбрасывали все маски, для того, чтобы вернуться и сказать, теперь мы готовы с вами на равных сидеть за столом переговоров и что-то обсуждать. Так вот, вот эта орда хлынет в Европу. Сколько стран, сколько армий готовы будут эффективно сопротивляться, как это делает сегодня Украина. Поэтому это настолько глупые разговоры риторические. На мой взгляд, на самом деле, если вот анализировать то, что происходит, должно выглядеть все иначе. Ну, вывод должен выглядеть совершенно иначе. Должен выглядеть следующим образом. Первое. Мы считаем, что Украина может выиграть эту войну. Второе. Мы считаем, что если Украина будет иметь насыщенный объем оружия, причем многие высокотехнологические решения, то, соответственно, тогда количественное превосходство России будет нивелировано за счет качественного использования технологий в режиме войны. Третья составляющая. Кроме Украины, другие страны не смогут выставить настолько эффективные вооруженные силы. Четвертое. Вряд ли Российская Федерация после, скажем так, того, что она делает в Украине, будет вести себя иначе на других территориях. Вот такие выводы должны быть сделаны. Михаил Михайлович, а учитывая все то, что мы сегодня вот говорили уже во время нашего с вами общения, согласитесь, что сейчас тот этап войны, когда на первый план выходит политическая воля лидеров стран-союзников Украины? Политическая воля, решительность. Знаете, это тот этап стаирской дистанции, длинной дистанции, марафонской дистанции, когда даже не марафонской, 5000 метров, 10 тысяч метров, когда ты готов уже сдаться, а вот там уже финиш. Ну и ты можешь выиграть. Да, за тобой рядом кто-то бежит, и тебе настолько тяжело, тебе не хватает воздуха, легкие разрываются, хочется просто остановиться, упасть, выпить воды и так далее. Но нужно добежать. Вот этот этап сегодня. И я понимаю, что чемпионами становятся люди, у которых есть волевые качества, которые через «не могу» все равно выиграют. Вот хотелось бы, чтобы наши партнеры имели вот эти волевые качества. Потому что там, еще раз подчеркиваю, за поворотом совершенно другая гарантия другого будущего, в котором нету Российской Федерации с ее агрессивными намерениями доминировать, убивать и насиловать. Вот и все. И поэтому мы с вами должны, знаете, самое потрясающее в этой метафоре, что это мы на дистанции находимся, да, а они рядом с нами просто идут. Ну, мы бежим, а они идут по короткому кругу, пытаясь там подать воду и так далее. Вот в этом парадокс. Вот нам нужно все сделать, чтобы они, по крайней мере, дождались, пока мы дойдемся до финиша, доберемся до финиша и выиграем эту войну. Михаил Михайлович, тогда к чему эта пустая бравада, которую мы слышим, опять же, из уст того же Фитцу или Орбана? Это то самое политиканство, о котором мы уже говорили, или это нечто иное? Это нечто иное. Это называется воспользоваться моментом и получить какие-то бенефиты, исходя из ситуации. Есть более мелкие примеры. Это когда блокируют, например, транзитивные пути для Украины, когда конкретные небольшие политические или социальные группы получают какие-то дивиденды. Опять же, к Украине это не имеет никакого отношения, но они пользуются ситуацией чрезвычайной в Украине, получают возможности. Есть более глобальные игроки, такие как тот же господин Орбан или тот же господин Фитца, и они получают свои дивиденды. К сожалению, такова циничная глобальная политика. Опять же, нам нужно к этому относиться. Я понимаю, что эмоционально хочется относиться, но нужно относиться на уровне государства спокойно, постоянно везде объяснять свою позицию. У нас есть хорошие, крепкие союзники, которые точно с нами до конца дистанции будут. И даже не сомневайтесь, я имею в виду, это те же страны Балтии, это Румыния, да, я думаю, Польша тоже, Великобритания. Есть целый ряд стран, которые Северная Европа почти в полном составе, Германия, которая сегодня берет на себя функцию общеевропейского лидера. Многие страны берут на себя вот эту функцию быть с Украиной до конца. И нужно просто работать, работать с теми же Венгрией и Словакией, объясняя им неправильность в среднесрочной, долгосрочной перспективе, ставки на поддержку какой-то дивной позиции, я бы не назвал ее пророссийской, но какой-то дивной позиции, которая погрузит Европу в бесконечную войну. То есть и для Венгрии, ведь которая является частью Европейского Союза, и для Словакии выгодно, чтобы Европейский Союз жил долго и качественно, постепенно повышая свою капитализацию, ну то есть уровень жизни, уровень сервиса и так далее, тогда и уровень жизни и сервиса в той же Венгрии и Словакии будет несомненно расти. Если Российская Федерация получает в этой войне преимущество, то тогда качество жизни в Европейском Союзе будет постепенно ухудшаться. Понятно, что оно будет находиться в состоянии войны в том или ином формате. Ну и соответственно, качество жизни в Венгрии и в Словакии будет ухудшаться. Это настолько очевидные вещи, что я, честно говоря, поражен отсутствию простой логики у целого ряда политиков разных стран. Да, поражаться – это то, что часто нам приходится делать во время этой полномасштабной войны. Михаил Михайлович, мы вам очень благодарны за беседу, по-моему, очень хорошо пообщались. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, присоединялся к эфиру телеканала «Фридем». Спасибо, Михаил Михайлович, спасибо. Спасибо. Ну что ж, эфир «Фридема» продолжается, и в ближайшее время, буквально через полчаса, в этой студии появятся наши с Владимиром Тимошенко коллеги, Катерина Нестеренко и Алексей Лихман. Но прежде чем это произойдет... Прежде главное событие сегодняшнего дня. Далее в проекте «Наше время». Уникальные, актуальные материалы с российско-украинской войны. Выстрел! О том, как сражаются украинские воины. Сегодня было два штурма, отработали, отбили, все хорошо. Как живут освобожденные и прифронтовые города и села. Без уроков осталось жалко очень. Никуда отсюда не уезжаем, и надеемся, что здесь станет лучше. Все будет Украина. Репортажи и новости о героической борьбе, о стремлении к победе. Мы и дальше будем превращать в металлолом все непрошенное, что пришло на нашу землю. «Фронт Ньюз» по субботам в 12.00 по киевскому времени на телеканале «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова О важных событиях в Украине и мире расскажет команда проекта «Наше время». Здравствуйте! Сегодня мы акцентируем ваше внимание на таких темах. Танковая, авиационная, морская, противовоздушная, а теперь и артиллерийская коалиция создана для Украины. Франция возглавила инициативу и уже в этом году отправит на фронт 72 Сау-Цезарь. Также с артиллерией помогут еще 22 союзника Украины. Скрытые, быстрые и точные. Немецкие танки «Леопард» доказали свою актуальность на передовой, где помогают украинским войскам сдерживать штурмы российских оккупантов. Как воюют танкисты? Репортаж «Фридом» с боевых позиций. Танки вместо больниц бомбы на замену медикаментам. Кремль тратит на войну против Украины в 10 раз больше, чем на медицину. В России почти не осталось качественных лекарств, а те, что еще есть в аптеках, больным не по карману. По-бесплатному ничего нету. От слова совсем. Россия дорого заплатит за войну. Запад ищет способ, как можно быстрее передать Украине 300 миллиардов замороженных российских активов. На что пойдут кремлевские деньги? Новая коалиция для Украины. Теперь артиллерийская. В ее составе 23 страны. Одним из главных инициаторов Союза стала Франция, которая уже в этом году изготовит для Украины десятки передовых САУ «Цезарь» и боеприпасы к ним. Первые шесть систем Париж передаст Киеву в ближайшие недели, а до конца года отправит 72 единицы боевой техники. Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил своего французского коллегу Эммануэля Макрона за организацию артиллерийской коалиции, а также обсудил с ним другие оборонные потребности ВСУ и общую ситуацию на поле боя. Также лидеры государств обговорили подготовку к глобальному саммиту мира и будущий визит президента Франции в Украину. Напомню, Эммануэль Макрон в феврале посетит Киев для завершения соглашения о гарантиях безопасности для Украины. В рамках артиллерийской коалиции Париж ежемесячно до конца года будет поставлять Киеву до 50 авиабомб класса «воздух-земля». Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекарню. Также он отметил, что будут увеличены и поставки артиллерийских боеприпасов. На конференции, где было объявлено о создании новой коалиции, в режиме видеосвязи выступил и министр обороны Украины. Рустем Умеров, он заявил, что увеличение артиллерийских возможностей Украины повысит общую безопасность. Как показывает ситуация, на поле боя альтернативы современной артиллерии нет. Мы должны продолжать наши усилия по улучшению нашего технологического преимущества, масштабированию производства боеприпасов и развитию нашего артиллерийского потенциала. Тактику поддержки необходимо изменить с логики уступок, когда мы поставляли вооружение, исходя из запасов наших армий и наших стран, на логику производства, которая позволит нам напрямую соединить североамериканскую и европейскую оборонную промышленность всех наших союзников с украинской армией и Министерством обороны Украины. Тем временем Украина успешно использует поставки в рамках танковой коалиции. Западную технику бойцы ВСУ называют быстрой, маневренной и простой в управлении. Немецкие «Леопарды» уже несколько месяцев помогают танкистам 44-й отдельной механизированной бригады держать оборону украинских земель. На позициях танкиста побывала наш корреспондент Алена Грамова. Промерзшие борозды на дорогах в полях после сильных морозов сверху снег в несколько десятков сантиметров. Такие маршруты не проблема для бронированной техники весом более 40 тонн. Немецкая боевая машина способна разгоняться до 65 километров в час, преодолевать трехметровые траншеи. Запасы хода у «Леопарда-1» до 600 километров. Что подобается в этой машине, что назад он двигается очень быстро, то есть больше 30 километров. Это возможность выскочить и сразу вернуться назад, не представляющая слабую часть машины заднего. Ну, это очень хорошо. Цифровая система управления, лазерный дальномер и баллистический калькулятор. Такое оснащение танка позволяет улучшить точность огневого поражения цели при любых погодных условиях. Да, он наводен на силу. Внизу, куда есть какие сектора у меня. Я навожусь. Стреляют по команде. А от чего залежит влучшенное попадание? У этого танка столько настроек. Главное, чтобы они были правильно настроены. Стреляли на 2 километра, то эффективно. Экипаж «Леопарда-1» это 4 человека. Командир, водитель-механик, заряжающий и наводчик. Такое пространство достаточно большое для работы экипажа. Вот я, например, сейчас не сижу, а стою в полный мой рост. Можно увидеть, это 165 сантиметров. Но, в свою очередь, это, как говорят ребята, не очень хорошо, потому что за счет такого большого, скажем так, места в салоне и габариты танка, они тоже велики. Но даже при таких габаритах у этого танка практически не слышна работа двигателя. Это, отмечают бойцы, очень важно на передовой. Можно быть дольше незамеченным. Не менее важна и скорость стрельбы. Если танки наши стреляют в среднем конвейере, вкрутятся, смотрят, откуда, то 8 секунд, то я лично проверял, у меня людина заряжала от пострела до пострела, приходило 4 секунды. Ударные БПЛА и управляемые ракеты – основная опасность для любой бронированной техники на фронте. Часто после удара экипаж погибает от детонации боеприпасов в салоне танка. У «Леопарда-1» в таких случаях есть свои преимущества. Снаряды гильзованы. Получается, в них поверховый заряд, ну, как и в пули обычной, в гильзе. При попадании даже того самого аккумулятивного он не детонирует. Да, может быть, упелки особого склада и так дальше, но он не детонирует и башня тут не завивается. Недостатком немецкой боевой техники бойцы называют слабую броню и неготовность танка к нашим морозам. Преимуществом замену двигателя при наличии всех деталей за 2-3 часа. Кто бы не сказал, что много минусов, что это техника музейная, поначалу, великие броневые автобусы, я скажу так. Эти музейные экспонаты сейчас себя покажут. Бойцы отмечают, при штурмах такую технику лучше использовать для прикрытия работы других боевых машин. Из-за точности попадания по целям «Леопард-1» может эффективно проводить подготовку к наступательным операциям, нанося точные удары по закрепившимся российским позициям. Джо Байден призвал Конгресс США как можно скорее утвердить помощь для Украины. Американский лидер встретился с законодателями и напомнил им о важности дальнейшей поддержки Киева. Также президент Соединенных Штатов подчеркнул необходимость быстрого решения проблемы нелегальной миграции на границе с Мексикой и призвал принять свой законопроект о национальной безопасности США. Дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, Альянса НАТО и остального свободного мира. Президент призвал Конгресс оперативно предоставить дополнительное финансирование на поддержку Украины и послать мощный сигнал о решимости США. И сообщение на сайте Белого дома. Силы обороны Украины показали, как на Херсонском направлении уничтожили российскую систему залпового огня ГРАД. О том, что происходит на передовой подробно далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. За сутки ВСУ отбили 11 атак российских оккупантов, сообщает Вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. На Купинском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Синьковки, Петропавловки и Табаевки Харьковской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Богдановки, Новокалинового, Новобахмутовки, Первомайского и Невельского Донецкой области. Силы обороны отразили все атаки. Самые активные бои на Авдеевском направлении россияне снова начали применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты, говорят военные. Обычно в атаке идет два танка и несколько БТРов, БМП, на которых размещается пехота. Почти всегда танки уничтожаются, очень редко они могут отходить, а БТР и БМП высаживают пехоту и сами пытаются скрыться. На Авдеевском направлении россияне держат около 40 тысяч военных. Цифры точные назвать не можем, но более 40 тысяч. В общей сложности на Таврическом направлении против нас действует более 160 тысяч оккупантов. Александр Штупун, спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, в эфире марафона Едыни Новыны. На Херсонском направлении украинские защитники уничтожили российскую систему залпового огня ГРАД. На южном направлении россияне идут на штурм с бронетехникой, только когда получают на это одобрение высшего командования, сообщают украинские силы обороны. Но в целом бронетехнику они пытаются экономить, потому что потери ежедневные, вы можете это видеть по нашим сводкам, у них достаточно серьезные. Даже не применяя бронетехнику в штурмовых действиях, они ее все равно теряют, потому что мы выявляем места ее скопления, места рассредоточения и просто сохранности, и работаем по ней очень прицельно. Россия не оставляет попыток вести активные штурмовые действия и на Купенском направлении, сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ. Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купенского леса и захвате Синьковки. Несмотря на сложную обстановку на Купенском направлении, мы держим оборону и уничтожаем врага. Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. В Телеграм. Всего за сутки на передовой произошло 114 боевых столкновений. России не удалось достичь военных успехов в Украине, несмотря на ее последние атаки. Об этом сегодня заявили в НАТО. По нашим оценкам идут интенсивные бои. И хотя последние атаки России разрушительны, они неэффективны в военном отношении. В то же время мы видим существенные военные успехи украинской стороны. Сегодня 694-й день того, что Россия считала трехдневной войной. Украина как суверенное независимое государство в Европе. Они ближе к евроатлантической семье, чем когда-либо. И они нанесли России тяжелые потери. Например, уничтожены тысячи российских танков и единиц бронетехники, сотни самолетов. Тот факт, что Украина смогла без реального военно-морского флота оттеснить российский Черноморский флот и открыть зерновой коридор является еще одним огромным достижением. Общие же потери превысили 373 тысячи человек. За сутки были уничтожены 780 человек.